Мы продолжаем рассказ о пасхальных традициях. О том, как встречают светлый праздник в России, расскажет Анна Аксенова. Светлое Христово воскресенье Пасху отметила Православная Церковь. В ночь с 14 на 15 апреля в Кафедральном соборе Рождества Богородицы собралось множество людей. Богослужение здесь совершил митрополит Уфимский и Стерлитамагский Никон. Господь одинаково всех целует, то есть приветствует. И того, кто весь пост постился и трудился, и того, кто не постился и не трудился. Всех Господь приветствует в сегодняшний день Пасху одинаково. Аминь. Крестным ходом люди двинулись вокруг храма. На протяжении всего Великого Поста они ждали этого дня. Приняв страдания, распятие и мученическую смерть на кресте, Христос воскрес. Тем самым спас все человечество, привел людей ко Господу и даровал жизнь вечную. Божественный праздник. Это, как говорится, новое начало. Практически все пасхальные традиции возникли в богослужении. Даже размах пасхальных народных гуляний связан с разговением после Великого Поста. Символами Пасхи становится все, что выражает обновление, свет и жизнь. Это весенние ручьи, благодатный пасхальный огонь, куличи и творожные пасхи. И крашеные яйца, которые верующие дарят друг другу со словами «Христос воскресе». Какое-то такое вот настроение поднимается даже, просто хорошо на душе становится. Предание гласит, когда Мария Магдалина поднесла в подарок императору Тиберию яйцо, как символ воскресения Иисуса Христа, император, усомнившись, сказал, что оно из белого не станет красным. Так и мертвые не воскресают. Яичко в руках Марии в тот же миг покраснело. Сегодня яйца красят в разные цвета, но традиционным является красный, как цвет жизни и победы. В иконописной же традиции воскресший Христос окружен сиянием в форме овала. Несерьезно, сейчас это стало более широко распространяться доступно. Мы побывали несколько лет тому назад в Иерусалиме, побывали на святых местах. Пасху – один из крупнейших православных праздников верующие будут отмечать на протяжении 40 дней. В России народное гуляние с хороводами, играми, качелями издревле продолжаются 2-3 недели. Анна Аксенова, им. Лехмадеев, ведя служба Уфимской епархии.